Наша Настена очень долго хотела кролика. Вот прям очень долго. Она все делала для того, чтобы у нее появился питомец. Средний балл за год 10-0. Ребята самостоятельно, с совершенным, без посторонней помощи, без репетиторов, просто сама. Привет. Это твое, да, теперь? Наверное. Ты его переворачивай так вот на спинку, он тогда не будет. Я никогда не держала кролика. Ну все, ознакомимся. Счастье. Зовут? Корица. Корица. Какое мило имя. Я так понимаю, ты менять уже не будешь? Ну что, довольна, что поехали? А где слезы, сопли, я не поняла? Ты в шоке, ребенок? Это просто здоровая реакция. А это мальчик или девочка? Девочка. Она еще маленькая, четыре с половиной месяца тут. Да. Такой носик дергается. Носик. Потом она вырастила популяцию улиток. Из яйца улитки она вырастила трех взрослых улиток. Вот. Сама заботилась о них, сама все читала, кормила, занималась увлажнением почвы, там, всем-все-всем. Вот. И плюс она занимается в художественной школе, что тоже достаточно большая нагрузка. Она очень просила, очень хотела, не навязчиво, но регулярно напоминала о том, что она хочет в себе домашнего питомца. Наш папа долго сопротивлялся появлению нового питомца в любом виде, будь то кролик, енот или морская свинка. Но, выслушав все аргументы и приняв внимание все, чего добивалась Анастасия, он все-таки согласился. И вот однажды вечером мы поговорили. Папа дал добро. Ну, и мы поехали за кроликами. Ну, я все равно не знала, куда мы едем. Вот. Я бы смотрела кролика. Вот это самая первая фотография. Это та фотография, которая меня покорила. Вот. Зайчьи лапки прям. Все. Я влюбилась просто сама прям в этого кролика. Вот. Ну, поехали. Было около 10 часов вечера. Приехали. Хозяйка нам передала кролика со всеми напутствиями, наставлениями, пожеланиями хорошей жизни. Призналась, что у нее просто не хватает времени на это замечательное животное. Вот. И, собственно, это и послужило причиной продажи. Придачу нам дали клетку, сено, наполнители, кормушки. Ну, то есть, практически все аксессуары, которые нам нужны будут. Приехать домой, мы, конечно, были немножко в шоке. Вот. Все, включая кролика. Вот. Настя была в шоке от того, что это наконец случилось, я никак не могла поверить в это. Вот. Сын был в курсе, куда мы едем. Вот. Но тоже был очень удивлен внезапным решением. А корица, конечно, она стрессовала. Стрессовала по полной. Она била лапкой об пол клетки так, что задрогались просто сены. Поэтому на первую ночь пришлось ее забрать к себе, чтобы дети поспали. Вот. Ну, девчонка оказалась достаточно смелая, достаточно смышленая. Вот. И очень быстро поняла, что ничего не угрожает, все в порядке, все хорошо. Вот. Успокоилась. Первое знакомство с собаками тоже было очень интересно. Они никогда не родили такое животное. Поэтому им было дико интересно. Вот. Мы быстрее объяснили, что есть это чудо нельзя, что это наш новый член семьи. Они быстро приняли правила и все. Корица, надо сказать, очень смелый кролик. Вот. В первый же день она практически приблизилась к собакам. Вот. Ну, и уже ближе к вечеру она уже, в общем-то, и Мэри по морде прошлась, и Рэму по хвосту потопталась. Вот. Ну, вот. Такая девчонка достаточно храбрая. Вот. Мы уже съездили сделать прививки. Вот. Тоже никаких проблем у нас не возникло с этим. Вот. Ну, и в целом, как бы, потихоньку налаживаем быт. Немножко там докупаем игрушечек немножко, тут докупаем каких-то аксессуарчиков. Вот. Но в целом не доставляет никакого дискомфорта. Ну, а то мы все очень рады, что у нас появилась такая замечательная пушистая девчонка, которая нас смешит с своим видом. Особенно, когда она пушит. Это вообще просто прекрасно на нее смотреть. Очень милое создание. Ну, так что приятного просмотра. Вот так вот мы теперь живем. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok